Вот так Миша вышел. Снег я вам вчера не показал, хотя я видел его самый первый, один из самых первых. Короче, вышел я сегодня за продуктами, что хочу сварить борщ. Надо сварить борщ. Идем дальше. Выхожу, а они там стоят. Короче, религиозники приехали, разгрузились не в нашем дворе, а продукты для соседнего двора. Вон, сейчас все туда уже идут, все ломятся. У меня ничего не получается, потому что мы не ОСББ. Ну, а мы сейчас идем за продуктами для борща. По крайней мере, какими-то. А пакетики хорошие такие, там масло. Серьезные. А они писали куда-то, и к ним приехали. Религиозная машина. Вот так. Ну, поедем завтра за хлебом. Ну, что, вкратце. Мишенька сначала встретил дядю Витю, с которым я обсудил рецепт борща. Ну, и сказал, что туда надо покупать много мяса, костей. Он говорил, это хорошо, конечно. Но он еще даже, ну, не варил борщ, но ел суп с ланью. Или, наверное, поджаривали. Потом встретил даму, которая 19 января заходит в Днепр в шляпе. И в этой шляпе она и шла. Красавца. Шляпа, наверное, волшебная. Потом встретил кого я? Магазин на своем пути. Купил все-таки сметанку для борща. Сейчас иду в магазин, чтобы купить фасольку. Что еще? Потратил денежки на лотерею. Мечта идиота. Выиграть мульон. Думаю о том, что мне надо ехать пилить дрова, помогать. Переходит, да переезжает мне дорогу машина. Оказывается, именно тот хозяин. И он намирает мне мой номер телефона. Вот так. Ну, я отговорился. Варим борщ. Это важнее. Дрова подождут. Так, Мишенька вышел из АТБ. Купил томатную пасту. Мужик порекомендовал. 55 гривен. Соус я не стал брать. Посмотрим, что у меня получится. Также взял фасоль здоровую. 40 гривен вроде бы. Так, третий предмет я уже вроде бы даже и не запоминаю. Ну, сметану это я уже говорил. Подошел к мужику, который торгует на вынос предметами. Чугунная сковородка. 250. Я когда-то чугунок за 3 гривны отдал на металлопрокат. Пункт металла. Обалдеть. Ага, Миша вспомнил. Все-таки не до конца склероз. Капуста. Все для борща. Все для победы. Сделал на лавочку. Я думаю, выдержу секундочку несколько. Короче, пакеты уже раздали, скорее всего. Народ уже там любуется этими пакетами гуманитарной помощи. Но я заметил, что там хорошие пакеты. Иду через дорогу. Мужик идет с тремя бутылками. Пластмассовыми. Ну, я, естественно, вспомнил, как сказала любимая супруга. В Европе эти бутылочки никто не выбрасывает. Все сдают. Одна бутылочка, вот эта самая, 20 центов. Ребята, едем в Европу со своими банками. Со своими анализами. А что, пошел снег. Вчера шел. Ну, и сегодня сейчас на меня капает. Кружится, я бы так сказал даже. И сейчас что мы идем, ребята? Варить борщ. Пока я варю борщ, я еще сделаю видео параллельно. Так что ждем-с, ждем-с. Ну, чтобы приготовить борщ, надо действительно накупить много продуктов. Начиная с говядины, чешуа там еще, костей, ветчины, сосисок. Это такой супер агрессивный борщ. Ну, сделаем наш самый вкусный украинский борщ. Но попозже.